Представьте себе, приходите вы в магазин и говорите, мне нужен пылесос, стиральная машина или фенмиксер. Да, это пока лишь фантазия, а вот смартфон, фотокамера уже вполне себе реальное устройство. Всем привет, это Цифровое ТВ, меня зовут Надежда Бахарова. Итак, пока одни производители делают фотокамеры более функциональными, другие улучшают камеры в смартфонах, Samsung создали новый нишевой продукт, у которого пока нет прямых конкурентов. Это полноценный смартфон и фотокамера с объективом и десятикратным зумом в одном устройстве. Сразу определимся, кому такой гаджет может быть полезным. В первую очередь, мобильным фотографам, которые не представляют свою жизнь без Инстаграм и прочих подобных сервисов. Путешественникам, которые не любят обременять себя лишним грузом. S4 Galaxy Zoom будет интересен любителям технических новинок и тем, кто хочет быть в тренде. Выглядит S4 Zoom в стиле других устройств компании Samsung линейки Galaxy и о дизайне этим все сказано. Легко поместится в сумку и в большой карман. С лицевой стороны это обычный смартфон, экран, фронтальная камера, индикаторы, все как обычно. А с задней стороны объектив и выступающая часть корпуса, которую можно использовать как ручку. Удобно держать одной рукой, можно фотографировать, аппарат не выскальзывает при этом. Если мы посмотрим более детально, заметим здесь светодиодную вспышку и инфракрасную подсветку. На правой боковой стороне кнопка включения-выключения, клавишной регулировки громкости и затвор камеры. На левой стороне разъем для штатива, слот для microSD-карты, отверстие для ремешка. Сверху расположился слот для наушников и уже привычный инфракрасный порт для управления домашними девайсами. Снизу разъем для USB и здесь же открывающийся батарейный отсек и слот для microSIM. Диагональ экрана 4,3 дюйма, разрешение 960 на 540 точек, 256 точек на дюйм. Это меньше, чем у Galaxy S4, но изображение все равно приятное для глаз, оно яркое и четкое. Super AMOLED хорошо ведет себя на солнце, экран меньше блекнет, ну а кроме того, экран может автоматически подстраиваться под уровень освещенности. Для этого нужно активировать опцию «Оптимизировать дисплей». Коммуникационные возможности Bluetooth, Wi-Fi, инфракрасный порт, технологии Wi-Fi Direct, NFC, S-Beam. В этом устройстве используется двухъядерный процессор Exynos 4212 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Скорости и производительности для этого аппарата вполне хватает. Оперативная память 1,5 ГБ, встроенная 16 ГБ и поддерживаются карты памяти объемом до 64 ГБ. Здесь литий-ионный аккумулятор емкостью 2330 мАч. При очень активном использовании батарея садится к концу первого дня, но учитывая, что гаджет используется и как смартфон, и как камера, это очень неплохой показатель. У S4 Zoom BSI матрица 16 Мп, такая же, как у Galaxy Camera, преимущество в данном случае 10-кратный зум. Ну а преимущество перед привычными нам смартфонами – это все-таки, конечно, лучшее качество снимков. Приближать и удалять изображение можно, вращая кольцо объектива или нажимая сенсорные кнопки на экране. Здесь же можно перемещать точку фокусировки. Значение ISO от 100 до 3200 единиц хорошо выставляется автоматически. Есть функция «Голосовое управление». Она относится в том числе и к камере. Очень удобно, если хотите сфотографировать самого себя издалека и при этом не трогая фотоаппарат. Просто активируйте эту функцию и командуйте. Сфотографировать. Снять. Улыбнитесь. Вот так. У камеры есть большое количество смарт-режимов, съемки для самых разных случаев. Снимок детей, макросъемка, пейзаж, рассвет, снег, еда, помещение, стоп-кадр, насыщенные тона, панорама, водопад, силуэт, закат, ночь, ретушь. Эти названия говорят сами за себя. Режим «Лучшее фото» – это серия снимков, из которых вы можете выбрать лучшее. При режиме «Ластик» вы можете стереть из кадра лишний предмет, ну а включив фото со звуком, можно записать до 9 секунд голосового сопровождения. Само собой есть авторежим и ручные настройки, а также режим «Избранное» – это последние используемые вами режимы. При максимальном разрешении видео 1920 на 1080 точек частота 30 кадров в секунду. При разрешении 1280 на 720 частота 60 кадров в секунду. Итак, Galaxy S4 Zoom – устройство интересное, но, как и многие гибриды, компромиссное. Оно не обеспечит такое качество снимков, как профессиональная камера, и не настолько удобно, как обычный смартфон. Но для отдельных случаев это очень нужная вещь. Например, если на какое-то мероприятие или в путешествие вы тащите с собой и телефон, и мыльницу, конечно, проще и удобнее взять один Galaxy S4 Zoom. К тому же новинка интересна с технической точки зрения, а для многих может стать модным атрибутом. Кстати, у меня созрел вопрос, а нужны ли нам вообще такие гибридные устройства, и стоит ли производителям работать над тем, чтобы соединять два устройства в одно? Можете привести примеры удачных гибридов, которые вы используете в своей повседневной жизни. Ну, например, самое простое – это карандаш-ластик или у нас у девушек тушь-расческа для ресниц. Можете пофантазировать и придумать гибриды, которых пока еще не существует. Это то, о чем я вначале говорила. Миксер-фен, пылесос-стиральная машина и так далее. Ждем ваших комментариев. Ну, у меня на сегодня все. Увидимся. Пока. Лето – время ярких впечатлений и ярких фотографий. Оставьте уже свои смартфоны и планшеты и возьмите в руки хорошую камеру. Мир вокруг вас засияет новыми красками. Ну, вот, например, Samsung NX300. Ну, насчет планшетов – это зря. Samsung Galaxy Tab 2 идет в комплекте к этой самой камере для просмотра фотографий. А еще программа Adobe Photoshop Lightroom для их обработки. Похожие впечатления будут не только яркими, но и полными. Фотостудия 3 в 1 от Samsung. Нужен ли вам к фотоаппарату еще планшет и программа – это, конечно, вопрос. Но, похоже, он впадает, когда выясняется, что последние две вещи вы получаете в подарок. Samsung NX300 – это беззеркалка, но беззеркалка флагманская. Выглядит оригинально. Металлический корпус, широкая полоска под кожу, компактно, очень удобно лежит в руке. Единственное, что слегка мешает – это вот эти выступающие металлические части для ремешка.